Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как отрегулировать зазоры на клапанах двигателя автомобиля ЗАЗ Таврия Славута. Для этого нам понадобится два щупа толщиной 0,15 и 0,30 миллиметров. Соответственно для впускного клапана 0,15 миллиметров, а для выпускного 0,30. Двигатель у меня инжекторный, но с недальнего времени он начал цокотеть, то есть где-то нарушены зазоры. Сейчас я сниму защиту двигателя, верхнюю крышку и посмотрим на зазоры. Для начала снимем всю защиту, которая держит верхнюю крышку. Подвигаем в сторону и откручиваем все остальное. Теперь откручиваем болты крышки головки двигателя. Здесь нужна головка 0,15. И снимем крышку головки двигателя. Вот все коромысла и клапана. По правильному здесь необходимо взять табличку и крутить шкив распредвала в верхнюю мертвую точку и поворачивать его по необходимым градусам. Но я этого делать не буду, а визуально буду смотреть где нажимается коромысла и в соответствии с этим регулировать зазоры клапанов. Здесь единственное нужно знать, где впускные и где выпускные клапаны. Вверху находятся пускные клапаны, соответственно эти два клапана пускные и эти. Все остальные клапаны выпускные, поэтому там будет зазор 0,3 миллиметра. Регулировать зазоры клапанов необходимо на остывшем двигателе, поэтому после его установки подождите пока он хорошо остынет. Теперь поднимаем на тот крат правое переднее колесо и включаем пятую скорость. Вот я провернул распредвал и видно, что его щечка на втором цилиндре впускном находится снизу. Теперь с помощью плоской отвертки и ключа на 12 ослабляем контргайку и начинаем регулировать этот болт по щупу. Щуп у меня 0,15 миллиметров для впускных клапанов. Щуп должен свободно заходить в зазор клапанов. Не слишком болтаться, так, чтобы зазор был оптимальным. Слегка ослабляем и затягиваем контргайку. Видно, что щуп заходит плотно. Значит, зазор уже правильный 0,15 миллиметров. Итак, продолжаем со всеми клапанами. У меня сейчас без нагрузки находится выпускной клапан. Его регулируем уже другим щупом. Все, эти два клапана уже отрегулированы правильно. Продолжим крутить колесо автомобиля. регулировку дальше. Это впускной клапан. Дозор я вижу, что очень большой. Все расшатанно. А у впускного клапана, наоборот, очень маленький дозор. Необходимо его подрегулировать. Итак, эти четыре клапана уже отрегулированы. Продолжим регулировку дальше. После затяжки контргайки обязательно проверьте еще раз зазор. Потому что немножечко подтягивается регулировочный болт. И это может нарушить его регулировку. Проворачиваем дальше. Вот у меня выпускной клапан. Здесь должен быть зазор 0,3 миллиметра. Померяем его. Здесь он меньше, чем нужно. Будем регулировать. И после регулировки клапанов можно собирать все на свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После регулировки клапанов цокот верхней крышки исчез и двигатель работает стабильно. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками отрегулировать клапана на двигателе автомобиля ЗАЗ Таврия Славута. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА